Детские сады В саду Журавушка проводят сотрудники ГИБДД совместно с представителями Ленинского отделения Красного Креста. Мероприятие приурочено к Международному дню светофора. Ребятки, ну-ка, мне помашите ручкой. Живой у нас светофорчик получился? Ручка не смажет? Занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения в детском саду, проводятся на протяжении всего года. И в их эффективности педагоги убеждаются, покидая со своими подопечными пределы учреждения. У нас бывают экскурсии в библиотеку, к памятникам, в храм ходили. Наши дети хорошо знают правила дорожного движения. У всех есть жилета, и в принципе дети уже знакомы с правилами. В празднике приняли участие дети от трех до шести лет. Несмотря на столь юный возраст, все они знают главные правила поведения на дорогах и в автомобиле. Если горит красный свет светофора, что нужно делать? Ну, надо стоять и подождать, когда будет зеленый свет. А что такое зебра? Зебра – это полоски, по которые переходят пешеходы. А когда вот в машину ребенок садится, куда он должен садиться в машине? Садиться надо в специальное кресло. Ну, и в этом кресле что должны родители сделать? Пристегнуть ремни. Такие занятия также призваны обратить внимание родителей на безопасность маленьких участников дорожного движения. С начала года в Ленинском районе произошло 7 ДТП с участием детей. Буквально на днях у нас пострадал ребенок-пешеход. Пятилетний ребеночек, поэтому сейчас мы, естественно, акцент делаем на возраст как раз детсадовский. 11-летняя девочка повела ребенка домой и потом вышла. Естественно, она не следила за поведением своего младшего брата. И даже, наверное, не подумала о том, что может около подъезда быть опасность. И ребенок выбежал на дорогу. Поэтому вот таких случаев нельзя допускать. Нужно быть предельно внимательным и не забывать, что все-таки взрослые несут ответственность полную за безопасность своего малыша. Какие бы обучающие игры не устраивали в саду, взрослым стоит помнить, что именно они – главный пример для детей. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.